Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и давно обещанное видео про разные веб-ресурсы, посвященные цивилизации и так далее. Ну, на самом деле идея этого видео пришла очень просто, потому что меня в комментариях часто спрашивают, посоветуй какие-нибудь другие каналы, похожие на твой. И вот, таким образом, я не только каналы решил посоветовать, но и вообще сайты, на которых я часто бываю, на которых вы можете увидеть информацию интересную по циве. Не только по пятой, а вообще в целом. Да, тут могут быть и другие стратегические игры, но, в общем, обо всём по порядку. Сейчас вы на экране видите мой сайт. Вот, выше адрес моего канала. И, собственно, все остальные адреса тоже будут выше написаны в адресной строке. Соответственно, все эти ссылки также будут и в описании к видео. То есть, вы либо можете переписывать видео сверху с адресной строки, либо просто нажимать в описании и переходить на сайт, который вас заинтересовал. Итак, по моему мнению, самый лучший сайт про циву – это мой канал. Само собой, понятно, я его люблю больше всех. Но, естественно, я его люблю, потому что это моё. Но самый полный всё-таки, самый посещаемый и самый популярный сайт в мире по циве – это цивфанатикс.ком. Civilization Fanatics Center. Собственно, все новости, все какие-то находки фанатов сразу появляются здесь. Ну и главный раздел – это Community Forums. Здесь идут обсуждения по стратегиям, по каким-то техническим проблемам и так далее, и тому подобное. Не только по пятой, по четвёртой, по третьей. И вообще все цивы, которые есть. Тут и шли обсуждения по цифнет, и по цивилизации, которая в Facebook была. Всё здесь сразу появляется. Я обращу внимание, что я не говорю про официальные сайты, про циву. Естественно, firaxis.com, какой-то у нас официальный сайт пятой цивы. Есть эти официальные сайты, но всё равно там на самом деле ничего дельного практически не бывает. Да, там появляются новости самыми первыми. Но всё самое интересное фанаты находят самостоятельно раньше, чем разработчики об этом рассказывают. И вот это всегда появляется здесь, на ciffanatics.com. Естественно, для большинства моих зрителей главное препятствие здесь будет английский язык. Да, здесь всё на английском. Но это международный, международный узел общения цивилизаторов. По-другому никак. И вообще для современного человека не знать иностранные языки, особенно английский язык, это уже нонсенс. Так что учить английский язык для нас, старых цивилизаторов, это не проблема. Я, например, первую циву исследовал, когда в школе, в каком я классе учился, в четвёртом, что ли, или пятом. Она была на английском. И мне это очень хорошо помогало в изучении английского языка. Вот то, что меня заинтересовала игра, которая есть только на английском. Да и тогда вообще практически все игры были на английском. Русификацией мало кто занимался. Ну вот, видите, тут огромный раздел про Brave New World. What we know about Brave New World. Что мы знаем о аддоне. Тут каждый, вообще практически сразу идут обновления. Вот видите, то, что красным, это последние недавние обновления. То есть вообще уже вся инфа, вся инфа выложена, всё есть. Только имейте английский... Ой, имейте, извините. Владейте английским языком и вся инфа у вас уже будет. Так что самый главный ресурс по цивилизации – это ciffanatics.com. Сразу расскажу о главном, по моему мнению, русскоязычном ресурсе цивилизации. Это блог Nevermind'а об играх серии Civilization – Civilization Games. Собственно, все русскоязычные, ну, не буду я уже так категоричен, практически все русскоязычные новости появляются именно здесь. Какие-то переводы и так далее. Да, бывает на других ресурсах. Но чаще всего лично я, вот я могу сказать про себя, что я практически всю информацию, новости и картинки, таблицы по игре и так далее и тому подобное узнаю именно с этого сайта. Ну и, собственно, свои ролики тоже здесь выкладываю. Ну, конечно, в первую очередь на моём канале, а потом уже даю, размещаю здесь, и они тут тоже появляются. В общем-то, вот один человек создал такой очень информативный ресурс. Вот, ну, вот видите, тут про Brave New World уже есть. Или вот давайте что-нибудь откроем. какие-нибудь интересные таблицы, которые Nevermind сделал и разместил здесь. То есть, это, казалось бы, вся информация, которая на этом сайте есть, она и так доступна в общем доступе. Но так скомпоновать и разместить удобно для пользователей, вот, получилось только на этом. То есть, все... Так, какой-нибудь... Ну, конечно, хочется всё открыть, чтобы более... Ну, давайте вот уникальные здания, например, откроем. То есть, вы хотите знать, какие уникальные здания у всех наций есть, пожалуйста, вот они открыты. Можно рассматривать и сразу получать инфу в одном месте. Причём, в отличие от русского перевода, здесь никаких ошибок по описанию нету. В общем, я здесь тоже часто общаюсь, часто размещаю свои ролики и крайне вам всем рекомендую узнавать информацию. Ну, во всяком случае, хотя бы в RSS-агрегатор занести этот сайт, это точно. Имеет смысл. Вот всё здесь. О, уже какие-то даже вот новые... Новая запись появилась. Я ещё даже не читал вот таблицы цивилизации Brave New World. Вот видите, какая-то новая цивилизация, уникальные свойства цивилизации. Давайте посмотрим. А, это он уже добавил к прошлым цивилизациям. Вот Марокко уже есть. Ну ладно, что я уже тут. В общем, вот, по моему мнению, это главный русскоязычный сайт. Но продолжим наше путешествие. Главный, пожалуй, русскоязычный форум по цивилизации – это цивфанатикс.ру. То есть, как вы понимаете, в некотором смысле продолжатели дела цивфанатиков, даже вот в русскоязычном сегменте есть такой сленг, когда говорится про иностранные цивфанатики, говорят их фанатики. Когда про наш сайт, вот про русскоязычный говорят «наши фанатики». Такое разделение. То есть, это, можно сказать, главный русскоязычный форум. Ну, примерно все то же самое, что и на англоязычном цивфанатике, но все-таки новости здесь намного позже появляются, чем в блоге Nevermind'а, и не так часто. В основном, вот особенно в последнее время, здесь крен пошел на проведение... Ну, почему в последнее время? Тут всегда был крен такой на проведение некоторых состязаний, турниров. И если сетевые турниры только в последнее время появились, то вообще основные такие турнирные игры – это были всяческие гран-при. То есть, вот сейчас открою я одну из страниц гран-при. И здесь дается какой-то сейф. Вот, предположим, вот последнюю, давайте откроем. Это для любителей не сетевой игры, а одному поиграть. Вот, седьмое, последнее гран-при, которое было, дается сейф определенный. И, ну, все участники могут играть в него. И условие, что вы должны на этой карте дипломатически победить. И вот есть особые условия без научных договоров и континент огражден океаном. Сроки, первая осечка. Ну, тут вы сами все почитайте, зачем я буду рассказывать. Вот просто обращаю ваше внимание, что вот такая особенность форума. Ну, и, естественно, общение. То есть, если на cifgames.ru в основном общение строится на обсуждении новостей форума. Хотя, кстати, я обращу внимание, что cifgames.com там не только Nevermind пишет. Например, у меня тоже есть возможность, вот видите, управления сайтами. Я могу зайти в консоль и разместить здесь записи. Вот в записях можно увидеть все мои записи, которые я размещал. И я не один там такой. Там есть и другие люди, которые тоже могут в этом блоге размещать. Но, конечно, главное там Nevermind. О, боже, я тут уже много чего написал. Вы смотрите. 13 штук уже. И он ведет этот блог. Он главный по тематике. То есть, мне, наверное, очень нравится, как у него это получается. ciffanatics.ru – это, естественно, форум. Как работают форумы, мне вам нет смысла объяснять. То есть, здесь можно пообсуждать стратегии. То есть, каждый может создать тему, дальше это обсуждать. Но обращу ваше внимание. Мне кажется, я должен вам об этом рассказать. Я на этом форуме уже давненько ничего не пишу. Только захожу на него почитать что-то. Потому что меня не очень устраивает... Почему не очень? Меня очень не устраивает модерация на этом форуме. Значит, заключается она в том, что главное правило на этом форуме – не переходить на личности. Я ничего против, не имею такого правила. Переход на личности – это плохо, ничего подобного. Не стоит переходить на личности. Все понятно. Но дело в том, что практически других правил больше нет. И переход на личности подразумевает... Ну, как бы вам объяснить. Вот, например, я ношу очки. Если на форуме, на этом форуме, вот, циффанатикс.ру, кто-нибудь напишет в обращении ко мне «ты очкарик-дурак», то это будет считаться переход на личности, и человека забанивают. Если же кто-то на этом форуме напишет «все очкарики-дураки», то это не будет считаться переходом на личности. Это вот как бы мнение человека, что очкарики-дураки. Ну, имеет право человек на такое мнение. И вот таким образом у них получается, что, естественно, на форуме всегда возникают какие-то споры. И вот такая эквилибристика в отношениях, как-то выразить лучше, в произношении каких-то ругательств, чтобы унизить соперника в споре, приводит к тому, что у них проходят такие довольно многоярусные споры, в которых как бы никто не переходит на личности, но всем понятно, что они ругаются. И в итоге больше, скорее, не общения за цивилизацию, а какие-то склоки происходят. И понятно, что на любом форуме и сайте эти склоки всегда возникают. Но вот, например, какого я придерживаюсь модераторского правила, что я делаю на своем сайте, в своем канале и так далее, как только происходит какая-то ругань, я просто стираю сообщения обоих ругающихся. И все. Если кто-то из них еще дальше и продолжает, то он сразу банится. Причем навсегда, без всяких там день-два, если как бы человек не понял, что у него сообщения стерлись все, что здесь этому не место. На цивфанатик.ру получается, что люди, во-первых, вся их ругань остается, сообщений никто не стирает, вся эта ругань остается вот в эфире, а в итоге кого-то еще и банят там на недельку, например. То есть кто-то остается прав, кто-то не прав, хотя ругались оба в принципе. И банят того, кто первый перешел на личности. Вот таким образом. Меня там не банили, сразу вам скажу, но общаться там мне очень неприятно. Я не могу воспринимать такую систему общения, когда все вот немножко так происходит. Извините, видимо, я изнежен. Изнежен. Неженка. Уж, ладно. Приходится в других мечтах. Мечтах. В других местах общаться. Но, тем не менее, это один из немногих сайтов, где вот русские цивилизаторы общаются, и когда они могут содержать себя в руках, то получается неплохо. Поэтому, естественно, тоже смотрите. Далее. Форум Стратегиум. Здесь есть раздел по цивилизации, но вообще это форум, посвященный всем русскоязычным... всем стратегическим играм. Ну, собственно, вы видите, вот его заголовок, об этом и написано сверху. Ну, в этом и плюс есть, и минус, естественно. Плюс, что вы здесь можете не только о цивили, но и обо всех других стратегических играх общаться. Вот я вам мотаю экран. Вы видите, сколько тут всего... всяких других игр. Их тут действительно очень много. Это интересно. Ну, а минус, понятно, как и в любом универсальном магазине, нету специализации, и раздел по цивили, естественно, слегка убог. То есть здесь и меньше общаются, меньше возникает сообщений, меньше пользователей. Именно раздел, не весь форум в целом, а именно вот раздел по цивилизации просматривают, и так далее, и тому подобное. Тем не менее, появляется все равно много интересных сообщений. Ну, меньше, естественно, чем на предыдущих ресурсах, о чем я говорил, но все равно появляется. И если вы любитель цивилизации, то рекомендую этот ресурс тоже в закладке добавить и периодически на него заходить. И, кстати, турниры там тоже проводятся. Так что, если, например, на цивфанатикс.ру вы не хотите участвовать в турнире, и не успели, или там еще не появляется каких-то турниров, то заходите на стратегиум.ру. Тут тоже есть что интересного и что почитать. К тому же тут довольно, как-то лучше выразиться, очень деятельный модератор именно этого раздела Кроник. Он оперативно новости мониторит. То есть, опять, даже я бы сказал, что на стратегиуме новости по циви, наверное, быстрее, чем на наших фанатиках появляются. Ну, конечно, не быстрее, чем на cifgames.com, но все равно. То есть, Кроник очень быстро тут все это делает. И, во всяком случае, лично я считаю его лучшим модератором, чем все модераторы на ciffanatic.ru. Всем им привет, кстати. Так, про стратегиум стал. Ну и последний форум русскоязычный, который стоит упомянуть, это cifru.com. Если мне не изменяет память, я, кстати, как-то раньше не сильно на всех этих форумах сидел, но, по-моему, это вообще первый русскоязычный ресурс по циви. Ну, не буду говорить, что там первый, но лучше так скажу старейший, из которых сейчас, из тех, что остался сейчас. И раньше это был действительно очень классный форум, но, к сожалению, на данный момент он практически зачах. То есть, если вам интересно вот про старые цивы почитать, то есть, там, с первую по четвертую часть, то, возможно, он даже лучше, чем все предыдущие мной описанные ресурсы. Ну, кроме, конечно, их фанатиков. А вот про пятую циву тут, конечно, все очень плохо. И вообще, вот вы можете посмотреть, вот, например, сейчас у меня здесь открыты последние темы. Как видите, здесь про циву, о, кстати, моя тема, про циву три темы всего. Все остальное какая-то политика валит. И модераторы, собственно, занимаются тем, что спостят политические какие-то темы, которые к игре вообще никакого отношения не имеют. Я не очень понимаю, зачем ресурс превратился в политический полигон, но вот именно играющих в циву здесь очень-очень мало. То есть остались какие-то ностальгирующие, которые сейчас в цивилизацию не играют. То есть именно нового здесь, к сожалению, к большому сожалению, уже не появляется. А вот по старым цивам, еще раз повторю, если вот вы по ним ищите инфу, то вполне очень солидный ресурс, то можете здесь поискать. На этом, пожалуй, вот именно про русскоязычные ресурсы все, перейдем к таким ресурсам, которые помогают при игре в циву. Вот, например, онлайн цивилопедия. Я очень часто пользуюсь, адрес вы видите в адресной строке, потому что открывать в самой цивилизации цивилопедию иногда влом, тем более, что иногда просто посмотреть надо какую-то инфу, и ради этого запускать всю циву нафиг надо. Кроме того, вот вы же видите, что он на английском, но, слава богу, здесь есть все языки локализации цивы, в том числе и русский. Просто нажимаете на русский и опа, цивилопедия стала на русском языке. Тут никто ничего не переводил, они просто взяли текстовые файлы из самой цивы, так что все один в один. Ну, в данном случае цивилопедия пока Guts and Kings, я не знаю, когда здесь появится уже аддона Brave New World, так что если оно обновилось, то слава богу, если не обновилось, то ждите. Следующий ресурс, один из самых популярных еще одних блогов по цивилизации, но этот раз англоязычный, Well of Souls, колодец душ, ну, сам сайт тут не только по цивилизации, вот давайте я перейду, а, блин, тут только цивилизация, сейчас открою оригинальную стартовую страницу, вот видите, здесь есть несколько и других, за чем человек следит, но нам интересна цивилизация, и здесь действительно очень подробно все описано, новости идут, и тоже есть много всяких таблиц удобных, возможно, вам будет тут тоже удобно, во всяком случае, обратите внимание на этот сайт тоже. Теперь перейдем наконец-то к каналам, к YouTube каналам. Очень часто меня это спрашивали, посоветуй канал такой же, как у тебя, еще раз повторю, и прошу может людей, которые все-таки знают такие каналы, пишите их в комментариях, но я лично русскоязычных каналов такого же типа, как у меня, то есть по Циве, или вообще по каким-нибудь другим стратегиям, которые так вот подробно объясняют всякие тактические штуки и так далее и тому подобного, не видел, и сколько не искал, так и не нашел. Русскоязычных нет. Более того, я вам скажу, что и англоязычных таких каналов тоже нет. Зато есть англоязычные каналы с интересными, так сказать, летсплеями. По мне, они все-таки не очень зажигательные, но все-таки. Вот самые популярные, например, The Real Mad Gen, то есть сумасшедший джин. Видите, вот у него сейчас я это видео записываю вечером 7 июля, у него уже есть видео по Brave New World. Как я понял, он состоит в команде тестеров Firaxis, ну, он не работает Firaxis, но он как бы один из тестеров игры, ему вот дали версию Brave New World и уже разрешили по ней снимать видео и показывать своим подписчикам. Поэтому вот в таком виде. Но у него в основном такие летсплеи, но и объяснятельные, то есть например, за Вавилон на божестве, за Майя на божестве, то есть есть разные видео, но видите, на божестве за Майя 43 минуты. А, ну там дальше продолжение идет, да, то есть такими вот летсплеями, ну, тут не совсем стратегии, тут больше объяснений идет, ну, в принципе, все остальные каналы, про которые я буду рассказывать, тоже летсплеи. Вот, пойдем дальше. Eltsy Plays Cif, тоже чувак, у него вообще все игры только на божестве. Вот, меня просто постоянно пишут, просят на божестве показать видео, ну, тут, во-первых, мне неинтересно с компьютером играть, ну, блин, в сети же намного круче, меня тратить время на компьютер, ну, да, во-первых, во-вторых, вот, много каналов, где люди играют на божестве, пожалуйста, смотрите, ну, конечно, проблема, что там все на английском языке, там, люди разговаривают на английском, ну, хотя бы такое, вы можете не слушать, что они говорят, вы будете следить за их действиями, и тоже многое поймете. Дальше вот канал поляка, Йорус, если я правильно, надеюсь, правильно произношу его имя, у него тут совместные, и есть мультиплеерные игры, вот, пожалуйста, какая-то мультиплеерная игра, и есть, вот, да, эти, да, есть против компьютера, много игр, вообще, я с ним переписывался в стиме, мы с ним договорились, что когда выйдет аддон, то сделаем совместное какое-нибудь видео, то есть, он будет со своей стороны снимать, я со своей, и может привлечем кого-нибудь из других вот таких видеосъемщиков, но, опять же, повторю, это летсплеер, то есть, у него огромные видео, единственное, вот, его такая фишка есть, что он своих летсплеев делает еще небольшой маленький обзорчик, то есть, вы можете не смотреть полностью весь летсплей, а там посмотреть обзорчик за 3 минуты, за 5 минут, ну вот, в данном случае, наверное, 9 минут, наверное, это вот тоже небольшой обзор такой, и он рассказывает, как прошла игра. Далее, Prim, Prim, Evil, CIF, тоже летсплей, тоже рассказывает, как они, как он играет в этот летсплей, есть мультиплееры, есть, как его, против компьютера, вот, опять же, дайте челлендж, 12 кельц, то есть, полностью тотальная цива летсплей на английском языке, пожалуйста, можете смотреть, давайте, информацию почитаем, я что-то забыл, откуда он и кто он, и тут никаких, никакой помощи нету, ну вот видите, кстати, они друг друга подобавляли в друзья, пишет, еще один очередной цив-канал, вот, Builder FTW, вот, вот, все пять каналов, пять чуваков, которые более-менее вменяемые регулярно делают видео по циве, я вам показал, все, больше, больше нету никого, вот такой вакуум, поэтому если вы вдруг еще кого-то знаете, пожалуйста, пишите в комментариях, но понимаете, цивилизация все-таки такая игра умная, в ней надо разбираться, прежде чем о чем-то рассказывать, и немногие, как оказалось, могут и рассказывать, и разбираться в ней, поэтому мы имеем большое количество тупых летсплеев, и очень малое количество вменяемых каналов, о которых я вам только что рассказал. Дальше пойдем, вот имеются такие сайты, где собираются интернет-игроки, чтобы поиграть в онлайне. Я на них, честно говоря, никогда не играл, поэтому не знаю, как вам, что советовать, что тут, но тут знаю, что точно играют и пятую, и четвертую, и третью часть, вот один из них, вот cifplayers.com, пожалуйста, есть выплей cif.com, но более, конечно, известен вот cifplayers.com, мне, как бы, они никогда не были нужны, потому что как-то и в стиме дофига людей, русскоязычная тусовка большая, я не ощущаю себя таким крутым игроком, что у меня уже нету соперников, и мне надо искать крутых соперников, тут, видимо, вот собрались именно, ну, блин, я не знаю, не могу вам точно говорить, что тут прям топовые игроки собрались, но, видимо, сильные тут игроки, возможно, стоит попробовать с ними сыграть, и вот выплей cif.com, еще раз повторю, эти два сайта я никак не пробовал, никогда в них не играл, возможно, кто-то из моих подписчиков тут играл, может, они лучше расскажут. Далее, сообщества в стиме, ну, естественно, мое сообщество, и вот, в которых я еще вхожу, Civilization Players Leagues, Civilization 5 Tournaments, но я вам хочу сказать, что никак мне вот эти сообщества не помогают, я никак ничего не смотрю там, не читаю, собственно, не, ну, для меня это не рабочее, я просто как-то по привычке сюда вступил, также есть тут сообщества у циффанатиков, у наших циффанатиков есть сообщества, еще какие-то русскоязычные, но, блин, для меня это все не работающие штуки, вот, у меня только, для меня мое сообщество работает, потому что там люди делают объявления об играх и играют, есть также просто официальная группа Civilization 5, ну, это для каждой игры создается такое сообщество в Стиме, здесь неплохо, вот, давайте я зайду, то есть, это как бы хаб игры, то есть, центр игры, и здесь, если что, и есть полезного, это вот именно обсуждение, то есть, тут иногда можно что-то почитать, но все равно удобнее это форумы вот, их фанатиков, наш фанатиков в этом плане, здесь в Стиме не очень удобный форум сделан, поэтому тоже так, так, что-то у меня уже, а, еще двое в друзья, я, и, пожалуй, закончу сообществами ВКонтакте, ну, мое сообщество, конечно, не посвящено полностью Циви, просто, оно вот тут открыто, есть вот сообщество Сид Мэйрс Цивилизейшн, игроки в Цивилизейшн, Цивилизейшн 5, я знаю, что есть сообщества, опять же, у наших фанатиков и у цивгеймс.ком, но для меня это, опять же, тоже не, ну, как-то ненужные функции, возможно, тот, кто постоянно сидит ВКонтакте, для них эти группы будут нужны, чтобы следить там за событиями, а потом переходить на сайты, но в плане познавания игры и каких-то нахождения соперников и так далее, группы ВКонтакте, по моему мнению, бесполезны. Ну, на этом все, опять у меня какое-то длинное, почему я постоянно длинное видео делаю, полчаса рассказывал про сайты, в общем, надеюсь, рассказал я вам подробно о ресурсах, вы сможете подобрать себе более-менее интересующие вас, которые вам подойдут, в принципе, вот первые раз, два, три, четыре, ну, первых штук шесть сайтов, о которых я вам рассказывал, я там сам постоянно часто бываю, постоянно пишу на cfgames.com и на stratageum.ru, и, ну, естественно, на своих сайтах, а, кстати, я же еще, совсем забыл, я сделал группу в фейсбуке, так что, если вы есть в фейсбуке, добавляйтесь туда, вот сейчас я ссылку открою, facebook.com Леша играет, вот, уже семи пользователям нравится эта группа, но, к сожалению, здесь пока ничего нет, возможно, вот это видео, в котором я рассказываю, будет как раз тут первым, просто с тех пор, как я открыл эту группу, никаких новых видео я еще не делал, ну, вот, на этом вроде все, меня зовут Леша Халецкий, канал Леша играет, обязательно подписывайтесь, и пишите в комментариях дополнения, если я что-то упустил, все, играйте в умные игры.